Классическая музыка Концертную бригаду склотили менее года назад. Бригадир Наталья Горшкова считает, что в деревнях и поселках регион не хватает жизни и решает разбавить сельский быт хорошей музыкой. Все идеи вошли в основу проекта, который Наталья защищает в Крыму перед экспертами из разных российских городов. И только после этого начинается самое интересное – гастроли. Каждое воскресенье бригада радует жителей сразу двух населенных пунктов, делая классику популярной музыкой. 50-60 лет назад были похожие бригады, однако они работали за определенную плату и выезжали, например, на три дня в какой-то район, давали несколько концертов, а возвращались обратно. Как видите, мы ездим каждое воскресенье во все районы. Мы уже посетили 12 районов, и работают ребята на энтузиазме, абсолютно бесплатном. Состав концертной бригады варьируется от 7 до 9 человек. Все зависит от загруженности музыкантов. Например, сегодня приехали бисфлейт и виолончели. Не беда, зато есть балалайка, скрипка, фортепиано, гитары и два аккордеона. На них играют братья Канашина, старшекурсники училища имени Балакирева. Братья обожают джаз и варьите. В четыре руки в любой деревне создадут атмосферу Парижа. Мне нравится выступать, потому что зачастую хорошо принимают. И вообще очень нравится дарить людям искусство, радость искусству. В новом доме культуры такую музыку играет впервые. Слушают его величество джаз около 50 человек и взрослые дети. В отличие от филармонии и театров, дресс-кода для посетителей нет. Поэтому никакой лаковой обуви и фраков. И даже сменку на ходе не спрашивают. Это на руку молодым слушателям, которые ради нижегородских музыкантов даже откладывают важные дела. После этого мы хотим пойти и поиграть в телефон. Но мы отложили сначала телефон, чтобы пойти послушать настоящую музыку. А вот отложили на потом. Нам было делать нечего. Мы захотели пойти послушать музыку. Мы же любим слушать музыку. Всякие новые такие. Но мы решили послушать старые такие. Композиторы, которых уже нет в живых. Вообще во Фралищах с классикой напряженка. Ближайший концертный зал в Нижнем. Отсюда до муниципального центра полтора часа езды. И это в лучшем случае. Поэтому рвение молодежи к высокому одобряют. Я думаю, что это единственный способ донести до нас, до населения. Особенно здесь, как вы сказали, в глубинке отдаленной. Вот таким вот способом. Но я не думаю, что кто-то поедет в филармонию от нас. Сами знаете. Далеко, наверное, просто, да? Очень далеко. Невозможно. Не каждый просто может в финансовом плане вообще просто доехать как-то от нас. Сразу после Фралищ бригада даст еще один концерт. Всего их осталось 23 в нынешнем туре. Последний пройдет 18 июня на Бару. Хотите посетить? График выступлений выложен на официальном сайте. Концертнаябригада.ру Из Владарского района. Антон Ганин, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ. Продолжение следует.